Слава Богу! Хорошо, когда мы приходим на это место, и мы что-то ждем от Бога, мы ожидаем. Я думаю, что мы в таком состоянии, когда мы уже настроились для того, чтобы услышать, что Слово Божие, оно будет говорить к нашим сердцам, и, конечно, также поклониться, прославить нашего Господа. И я хочу с вами порассуждать над одной темой, как-то так размышляя о последних временах, о том, о чем говорит Слово Божие, и то, что мы уже видим, переживаем, и видим, как Слово Божие, оно сбывается в нашей жизни, в наше время. Как-то размышлял даже с братом Павлом о том, что Библия нам говорит о последних днях, что они для христиан будут непростыми, будут тяжелыми, будут разные переживания. И Слово Божие, оно нас об этом предупреждает. Оно предупреждает нас о том, что гнев Божий, он изливается на всякое нечестие, а мы видим, что по всей земле нечестие, это оно умножается, оно растет. Вот. И мы это наблюдаем и понимаем, что Бог, он добрый, он любящий. Но приходит время, когда Бог, он начинает изливать свой гнев или судиться с человеком. И даже мы слышим, когда есть пророческое Слово, не один раз и не два, что Дух Святой, он предупреждает, что еще, да, еще время, оно хорошее, оно благоприятное, но приходят дни непростые, приходят времена тяжелые. И знаете, об этом можно не говорить, этого можно бояться, об этом можно не рассуждать. Так само, как человек, ему страшно говорить о смерти, о том, что когда-то придется ему умереть. Но так или иначе, мы понимаем, что смерть, она придет к человеку. Также, смотря в Слово Божие, мы видим, что эти времена, они придут. И самая лучшая позиция – это быть готовым к этим временам. И первое место, которое я прочитаю, это записано в 1-й посланьях Фессалоникийцам, 1-я глава, с 1-го по 11-й стих. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родом и постигает имеющую его чреве, и не избегнут. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор, ибо все вы сыны света, а сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Поэтому вещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Слава Господу! Слава Господу! Мы сыны света, так Слово Божие говорит о нас. Мы не сыны ночи или тьмы. И в этом тексте говорится о тех временах или о тех людях, которые, они будут говорить, мир и безопасность. Это говорится не о нас, не о верующих. Это говорится о неверующих людях, которые, им будет казаться в какое-то время, что мирно и безопасно. И написано, что внезапно постигнет их пагуба. Ибо вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Так Слово Божие говорит. Этот день не должен нас застать внезапно, потому что мы сыны дня. И второе место Писания я прочитаю, это Евангелие Иоанна, 11 глава, 7-10. Мы сегодня будем, ну я буду много читать, то давайте настроимся. 11 глава, 7-10. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудей. Ученики сказали ему, Рави, давно ли Иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал, не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира этого. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Иисус однажды сказал своим ученикам, пойдем в Иудею. Ученики сказали, что учитель, Рави, Иудеи, они ищут тебя погубить. Но Иисус понимал, какое время он живет. Он понимал, что еще то время не настало, когда ему нужно будет идти на крест. И он сказал такие слова, что кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира этого. Иисус был осторожным, но он понимал, это еще не то время. Придет время, время тьмы в его жизнь, когда его поведут на крест. И он даже сказал так, теперь время ваше, время тьмы. Я хочу сказать такую мысль, что Бог, Он всегда предупреждал своих людей о том, что их, какие трудности их ждут, какие переживания в их жизни будут. И мы знаем за Ноя, перед тем, как начался потоп, еще за 120 лет, если я не ошибаюсь, ему было предупреждение о том, что будет потоп. И Бог его предупредил об этом, и он сказал, чтобы он строил ковчег, и он послушался, и он так делал. Давайте прочитаем за Авраама. Это книга Бития, 8 глава, 16-17. 18, извиняюсь, 18 глава, 17, 16-17 стих. И встал эти мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? Это, помните, эта история перед тем, как Содом и Гамора, они были уничтожены. Из-за того, что там было большое нечестие, был большой разврат, и три мужа, они пришли сначала к Аврааму. Это были посланники неба, и они пришли, и здесь говорится, и встал эти мужи оттуда, отправились к Содому. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? Утаю ли? Это было открыто Аврааму, еще прежде Лота. Бог своим людям, Он открывает, что должно произойти на земле, какие бедствия. И мы также знаем, что Бог открывал пророкам. Очень много было в Израиле разных бедствий. Разных было войн, и пророки, они предвещали это, они говорили, Бог предупреждал. И люди, которые слушались, они имели благословение в этом, но которые не слушались, они погибали или очень от этого страдали. И мы также знаем, когда во времена уже апостолов, или уже после апостолов, когда храм Божий, он был уничтожен, разрушен. Иерусалим был тоже в развалинах после восстания, это уже история говорит, когда иудеи, они восстали. Тогда римляне, пытаясь их подавить, они разрушили храм, Иерусалим разрушили, и много людей в то время погибло. Но предание, история так говорит, что церковь, она была предупреждена. И они вышли, очень за короткое время перед этим, они покинули этот город. Потому что Бог, он предупредил. Бог своих людей, он предупреждает, что их ждет дальше. Не все сразу Бог открывает, но предупреждаем, мы это видим. Даже в личной жизни человека Бог может предупреждать, и он предупреждает о некоторых событиях, или опасностях, или переживаниях. Давайте откроем еще. Деяние апостолов, это 20 глава, 22-23. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Это слова апостола Павла. Он направлялся в Иерусалим. Говорит, по влечению Духа я иду в Иерусалим. Это было по воле Божьей. Он направлялся в Иерусалим, и ему было предупреждение. Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. И там, в другом месте, он говорит, что я не боюсь, я готов не только пострадать, но и умереть за имя Иисуса Христа. Знаете, мы христиане, мы люди, которые знаем Бога, очень близко знаем, которые живем в Новом Завете. Бог, Он хочет иметь с нами такие близкие отношения, чтобы нам открывать. Он хочет иметь с нами близкие отношения, чтобы нас предупреждать. И мы знаем из Библии, из Слова Божьего, что Бог, Он желает настолько близко быть с нами, что даже Он учеников называл своими друзьями. И друзям Он много чего открыл и много чего открывает. Потому что Он Бог, Он знает все, Ему слава. Знаете, мы знаем, что Бог, Он судится, как я вначале сказал, судится с людьми, если люди неправильно поступают. И мы видим, это все происходит на земле, но Бог удерживает свою руку, потому что, я так верю, потому что есть церковь на земле. И народ Божий, Он молится. Это написано, мы являемся как солью этому миру. И мы знаем также, что Бог не всегда выводил людей из бедствия, но мы знаем, что Бог часто, Он хранил людей, которые находились в этих обстоятельствах. Мы знаем и читаем Старого Завета еще за Еремию, который пророчествовал за израильский народ, какие бедствия глядут на землю, на эту землю, на этот народ, из-за того, что они оставили Бога. И Бог пообещал ему, я сегодня даже слушал эту книгу, что Бог пообещал Еремии, что, я, говорит, заставлю тех людей, чтобы они тебе, там так и написано, Я заставлю этих людей, чтобы они не сделали тебе зла. Бог оградил его. Эти люди, они не причинили зла Еремии. И Давид говорит, что падут возле тебя тысячи и десятки тысяч, но к тебе не приблизятся. И Библия говорит, что без воли Бога и волос с головы нашей не падают. Написано, что наши волосы даже сочтены. Бог знает. Бог знает нас. Он знает, кто мы. Он видит наши молитвы, Он видит наши переживания, и Он за нас. Ему слава. Давайте откроем Аввакума 3.16. Я услышал и острепетала внутренность моя при вести, об этом задрожали губи мои, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала в вес в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Слава Господу! Аввакум – это был один из пророков Старого Завета. И он что-то услышал. Он услышал ту весть. Я так понимаю, что Бог его предупреждал. И он говорит, я услышал, и вострепетала внутренность моя, задрожали губы мои, боль проникла в кости мои. Знаете, он был в таком переживании, когда и мы что-то слышим, когда мы слышим какую-то весть, к нам тоже приходит этот страх. Мы читаем в Библии, какие грядут бедствия на землю, и тоже мы внутри переживаем. И он сказал такие слова, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Он говорит, но в это время, это время тяжелое, я должен быть спокоен. И я так рассуждал, что нам нужно делать, чтобы нам быть спокойным в то время, когда придут эти переживания, чтобы нам быть готовым. Давайте откроем Луки 3, 10, 13. Я извиняюсь, откровение сначала. 3, 10, 13. Книга откровения. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего. И имя мое новое, имеющее ухо, да слышит, что дух говорит церквям. Слава Господу! Почему такое обещание? Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. И как ты сохранил слово терпения моего. И как мы храним слово Божие, то Бог, Он обещает нас сохранить. И еще одно место прочитаем, это уже последнее место, это записано в Евангелии Луки 21, 33, 36. Евангелие Луки 21, 33, 36. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не оттягочались объединением, ни пьянством, ни заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо Он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли, земному. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь, дабы сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Слава Господу! Бог, Он говорит, Иисус, Он предупреждал, говорит, что небо и земля пройдут, но слова мои, которые записаны, они не проходят, они исполняются. И первое, что Он говорит, смотрите за собою. Мы должны смотреть каждый за собою, чтобы сердца не оттягочались объединением, пьянством, заботами житейскими. А у нас очень много разных забот. И пускай наше сердце, оно не будет отягчаться, не будет. Чтобы, говорит, этот день не постиг вас внезапно. Итак, бодрствуйте, молитесь, да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Да поможет нам Бог. Знаете, я недавно видел сон. Ну, я понимаю, что сны есть разные, и они бывают от того, что мы иногда недосыпаем, или еще какие-то разные сны. Но я так верю, что есть все-таки, и сны бывают от Бога. Потому что Слово Божие об этом говорит. И в Новом Завете даже написано, что там, говорится, старцы ваши сновидениями и вразумляемыми будут. И я так верю, что меня иногда Бог вразумляет сновидениями, но я думаю, может, я не такой еще, я еще молодой, но почему-то Бог по-разному к нам говорит, разными способами. И у меня было несколько таких снов, что я нахожусь как будто бы война, такое какое-то переживание, ну, война, я понимаю, что война, и вижу люди очень большой паники, очень кричат и куда-то бегут, куда-то спрятаться. И знаете, что интересно, я заметил, даже недавно этот сон был, я заметил, что в этом сне просто, может, это сон как сон, но я вам рассказываю, что я заметил. Я заметил, что в сердце у меня был мы, мир был. Я сам был удивлен во время сна, это снится мне, что у меня в сердце покой. Люди бежат. Да, я тоже убегал, но от этого, потому что увидел, какая-то гроза, она просто находит на землю, на то место, где я находился, но внутри я ощутил у себя мир в сердце. И знаете, когда я проснулся от этого сна, у меня такое понимание пришло, ну, я верю, я так понимаю, что это от Бога, и такое как бы слово, что если бы не старался ходить с Богом, если бы ты не старался ходить с Богом, ты бы сейчас не имел бы этого мира в сердце. И я просто прошу Бога, что если даже я застану это время, это непростое время, мне бы хотелось бы иметь этот мир в сердце. Слава Господу! Пускай Бог поможет нам всем. Пускай нам Бог поможет в том, чтобы мы настраивали свои отношения с нашим Богом. Знаете, отношения, они сразу не настраиваются, они проверяются временем. Отношения, они проверяются разными ситуациями, разными переживаниями, и мы не можем построить то, для чего нужно время. Ной строил Ковчег 120 лет. Это нужно было время для того, чтобы построить. Другие не строили, но у него были отношения с Богом, и он строил, он рассказывал другим людям. И мы имеем время благоприятное. И пускай нам Бог поможет, поможет в том, чтобы наше сердце, оно не прилиплось к земному, или к чему-то греховному, или к чему-то еще непотребному. Но это время для того, чтобы приблизиться к Богу. Я верю, это время для того, чтобы взыскать Бога. Так не всегда будет. Мы должны помнить об этом. Так не всегда будет. Мы песни об этом поем. Но пускай нам Бог поможет, чтобы мы использовали это время благоприятное для того, чтобы построить, подойти ближе к Богу. Когда, я еще вспомню раз, это жена Лота, которая, она убегала из Содома, она убегала туда, и своим мужем с дочерями, на эту гору. Но ее сердце, оно было там. И она обернулась. А ей было сказано, не оборачивайся. И она стала там соляным стопом. Да сохранит нас Бог. Я желаю каждому из нас, чтобы мы были готовы на всякое время. Потому что Бог, Он предупреждает нас. И я верю, что это слово тоже от Бога. И мы сейчас помолимся, помолимся о том, чтобы нам Бог помог в этом. Ему слава. Аминь. Что такое жизнь наша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Ибо проходят быстро дни наши, и мы летим. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Год ушел, как будто бы и не был, Словно Он приснился нам во сне. Может быть, безоблачное небо Новый год подарит вам и мне. Может быть, разгонит ветер, тучи, Станет и светлее, и теплей. Может быть, мы станем чище, Лучше и друг другу ближе и родней. Может быть, что воды Иордана Кто-нибудь из нас переплывет. Может быть, кого-нибудь нежданно Будет и последним. Новый год! О, как мало в сущности мы знаем, Знаем, что не знаем ничего. Новый год с волнением встречаем, Снова ждем чего-то от него. Снова у разбитого корыта, Как и год назад, смутясь, стоим. И о том, что жизнь уже прожита, Снова с сожалением говорим. Нечем, как и в прошлом, похвалиться. Мы, как прежде, слабы и бедны, И на жизни новую страницу Вновь глядим надеждами полны. Не обманет новая страница, Что писали, то будем читать. Хочется нигде не ошибиться, Зря страниц Господних не марать. Знаем, что Отца благоволение Любящим Его принадлежит. Будем же любить Его явление, Чтобы мог Он нас благословить, Чтобы каждый год, встречая нам О прошлых днях, не сожалеть, Жить, трудиться, счастье излучая, Радостно на будущность смотреть. Да благословися! Знаете, по милости Господне, Мы сегодня с вами находимся в доме молитвы. Ставили все свои дела, Ставили все свои заботы, И пришли в дом Божий, Чтобы поклониться нашему Творцу, Чтобы прийти на это место, Чтобы сегодня укрепиться в нашем Господе, Чтобы получить то благословение, Получить то обновление, Чтобы на этом месте Также могло прославиться И имя Господа нашего. Я бы хотел прочитать Также некоторые места из Писания, И немножко порассуждать с вами, И потом вместе помолиться. Первое место будет записано Исайя. Исайя 31 глава с 1 стиха. Исайя 31.1. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, Надеются на коне и полагаются на колесницы, Потому что их много, И на всадников, потому что они весьма сильны, А на святого Израилева не взирают, И к Господу не прибегают. Второе место, это будет Еремия. Урока Еремий, 25 глава, 6 стих. И не ходите во след иных богов, Чтобы служить им и поклоняться им, И не прогневляйте меня делами рук своих, И не сделаю вам зла. И еще одно место тоже, Еремия. Еремия 42, 19. Не ходите в Египет, твердо знайте, Что я ныне предостерегал вас. Эти три места. Дорогие братья и сестры, Мы здесь видим, Что Господь говорит конкретное слово, Господь говорит точное слово к своему народу. И если мы возьмем всю историю Израиля, Возьмем его хождение перед Богом, То мы видим, Что было в них много тех моментов, Когда Господь их в чем-то предупреждал, В чем-то Господь их наказывал, В чем-то Господь их благословлял. Ихняя жизнь, она была, Разные были этапы, Было время, когда Господь молчал, Ничего не происходило. Было время, когда Господь взыскивал, Когда Господь строго взыскивал За то слово, которое Он говорил, Где Господь предупреждал не раз через пророков, Где Господь выходил навстречу, Господь помогал, Господь давал победы, Господь делал чудеса, Господь выводил их, Господь давал свободу. И вы знаете, Но эти места, которые я прочитал, Здесь говорится, Хотелось бы нам напомнить, Хотя это было и сказано к Израилю, Но сегодня это слово, Оно также звучит сегодня к тебе и ко мне. Господь предупреждал некогда израильтян, Чтобы они ходили свято перед Богом. Господь им говорил, Что я вас избрал, И я хочу, чтобы вы шли тем путем, Который я вам показал, Тем путем, который я вам дал. Вы знаете, Господь предупреждает их также об Египте. Вы все знаете, Что Египет это было то время, То место, Где израильтяне находились там в рабстве. То есть они были уже не своими, Они принадлежали кому-то, Они принадлежали этому народу. И они уже делали не то, Что они хотели делать, Но они делали то, Что им было сказано делать. Они находились в этом плену На протяжении многих лет. И это было Божье наказание, С одной стороны. С другой стороны, Господь хотел их чем-то научить. Господь хотел проявить свою славу Тем способом, Когда он их выводил. И здесь Господь говорит через ремию В разных главах, Несколько раз он повторяет это слово, Чтобы они не ходили в Египет. Чтобы они не возвращались обратно туда, Откуда Господь их вытянул, Откуда Господь их забрал. Потому что вы знаете, Что это было нелегкое время для них. Сегодня, Если мы возьмем нашу с вами жизнь, Сегодня, да, Мы живем в другое время. Да, прошло уже много лет с того времени, Но сегодня этот Египет, Он еще существует. Сегодня этот Египет, Который является преобразом греха, В котором люди сегодня погрязают, В котором люди сегодня, Многие еще находятся. И Господь говорит, Что я же тебя вытянул оттуда, Я же тебя возлюбил любовью вечной. Я отдал Сына Своего Единородного, Чтобы ты сегодня мог иметь это спасение, Чтобы ты сегодня мог иметь эту свободу От этого греха. Почему сегодня люди возвращаются обратно? Почему сегодня люди смотрят на этот Египет, Когда Господь в Своем Слове говорит, Что не ходите туда? Мы уже слышали пример, Который Саша привел за жену Лотову. Им нужно было уходить оттуда, Но что-то было в ее сердце. Что-то было в нее то, Что ввлекло ее. И она хотела еще, Может быть, один раз Обернуться и посмотреть все-таки, Как же оно будет происходить? И что там будет, Когда был конкретный запрет, Что не оборачивайтесь, Не смотрите. Но мы видим, Что было что-то в ее сердце, Что ввлекло ее туда. И она ослушалась, Она остановилась, И она посмотрела. Она обернулась, И она посмотрела, И мы видим результат, Что ее не стало. Дорогие братья и сестры, Мы сегодня живем, Казалось бы, в мирное время, Но это время очень опасное. Это время очень опасное тем, Что сегодня дьявол, Он, как в Писании говорит, Он ходит, Как рыкающий лев, Ища кого поглотить. Сегодня его задача, Как можно больше верующих людей, Христиан, Сбить с этого пути. Дать им какое-то дело, Дать им какие-то заботы, Чтобы сегодня народ, Он отвлекался. Чтобы люди сегодня делали себе Других богов, Чтобы люди сегодня ходили Вслед другому мамонии, Или как можно назвать. Сегодня очень много молодежи, Сегодня очень много молодых семей, Которые сегодня погрязли в грехах. Если мы возьмем сегодня телефон, К примеру, Мы сегодня знаем, Что телефон сегодня получил Очень сильную такую силу в этом мире. Сегодня люди все на телефонах. Сегодня на телефоне можно, Что хочешь найти, Что хочешь сделать. Сегодня даже телефон, К большому сожалению, Заменяет Библию. Многие люди сегодня на телефонах Проводят все свое время. Многие люди сегодня читают новости, Люди сидят на фейсбуке, Люди делают все, что угодно, Но только на телефоне. Сколько раз я встречал уже людей, Которые, Когда они сознают, Что они забыли свой телефон, Они приходят в панику, Они так, Как же я могу, Телефона же нету. Где мой телефон, Или я дома оставил, Или в машине оставил, Хотя, с одной стороны, Это полезная вещь. Но сегодня очень многие люди, Они уподобляются этим людям, Которые постоянно возвращаются К этому Египту, Которые сегодня не могут жить без этого. Сегодня многие люди читают Часами новости. Вы знаете, Когда я слышу Такие разговоры, Что они знают все, Они знают все, Что происходит в мире, И все, Что может быть еще и не произошло, Но они уже знают, Потому что это пишут в новостях. Да, может быть, С одной стороны, Хорошо сегодня быть, Как говорится, Начеку, Знать, Что происходит в мире, Но сегодня, Дорогие братья, Сестры, Эти вещи, Они сегодня нас с вами Погрузили в этот Египет. Сегодня мы мало-помалу Не осознаем, Но мы оказываемся На этой опасной дороге. И Господь говорит, Что он строго взыскивает. Господь, Он есть Бог-ревнитель. Господь, Он есть Бог-милующий, Но он также не потерпит, Чтобы сегодня Наше сердце, Оно раздваивалось. Чтобы мы сегодня Вроде бы находимся в церкви, А своими мыслями Мы где-то в другом месте. Мы где-то думаем О каких-то своих делах, Мы думаем о своих заботах. И вы знаете, Это было задание этого дьявола. Это его было семя, Такое посеяно, Чтобы сегодня церковь, Она удалилась от Бога. Сегодня молодые люди говорят, Зачем мне идти в церковь? Я могу дома Посидеть на диване И посмотреть служение на интернете. Неужели это Это то же самое, Что находиться в доме Господнем? Неужели сегодня Господь Говорит, что Хочешь иди, а хочешь не иди? Давид мне когда писал Такие слова в одном из псалмов своих, Что возрадовался я, Когда сказали мне, Пойдем в дом Господень. Слава Богу, Дорогие братья и сестры, Что Господь, Он сегодня говорит к тебе И ко мне своим словом живым. Ведь это слово, Оно не изменяется. Разницы нету, Читаем ли мы старый завет, Или новый завет. Господь сегодня говорит что-то нам. Господь сегодня хочет Чему-то нас научить. Господь не хочет, Чтобы ты сегодня пришел на это место, И с таким же самым состоянием Ушел отсюда. Но чтобы ты сегодня Получил это обновление. Чтобы ты сегодня получил этот Духовный заряд. Чтобы ты сегодня мог обогатиться В Господе нашем. Вы знаете, Нету такого человека, Который бы однажды принял Христа. Который бы однажды получил Прощение своих грехов. И сказал, Все, Вот на этом месте я остановлюсь. Нету такого человека, Который мог бы сказать, Боже, Мне ничего не надо, Мне этого хватит до конца моей жизни. Нету, Потому что это неправда. Вы знаете, Человек Божий, Писание говорит, Чтобы человек святой, Он еще освящался более и более. Что мы читаем это Слово Господне, И оно проникает до разделения Духа и души и тела. Что это Слово живое, Которое является бодоюдным мечом, Оно сегодня судит наши помышления, Наши намерения. Что мы должны пребывать В нашем Господе, И что эта книга святая, Это единственная книга, Которую ты можешь перечитывать, И перечитывать, И не устаешь от нее. Дорогие братья и сестры, Сегодня Господь говорит, Чтобы мы не возвращались Сегодня назад в Египет, Чтобы мы сегодня были твердые На нашем основании, Чтобы мы сегодня пошли Тем путем, Который Господь нам дал, Чтобы мы держались этого пути. Писание говорит, Что этот путь, Он узок, Что этот путь, Он не так легко его найти, И что не все люди его находят. А этот мир, Он сегодня широкий, Дает путь. Этот мир сегодня все позволяет. Этот мир сегодня предлагает тебе Самое лучшее. Но Писание говорит, Что конец этого пути, Он ведет погибель. Дорогие братья и сестры, Давайте же сегодня в этом собрании, Сегодня слушая эти проповеди, Моляясь нашему Господу, Чтобы мы сегодня могли Отдаться Ему полностью. Чтобы мы сегодня могли сказать, Господь, вот я, Вот я стою, Ты видишь меня. Знаете, молодежь, Когда мы в понедельнике молимся, Молодежь, она приходит к Господу, Она выходит, Она кается. Она получает это обновление, Потому что она горит этим. Знаете, Как сегодня часто мы Мы слушаем это слово. И словно как Как брат Дима в воскресенье Напоминал нам этот пример о брате, О его друге, который заболел. И вроде бы наш разум, Он понимает, Что мы должны остановиться, Мы должны обернуться, Мы не должны смотреть в этот Египет. Вроде бы совесть осуждает, А ты ничего сделать не можешь. Вроде бы этот сигнал поступает, Что неправильно делаешь, Остановиться не можешь. Почему так происходит, Дорогие братья и сестры. Сегодня на этом месте Господь говорит нам через слово. Господь говорит, Чтобы мы сегодня Остановились на наших путях. Чтобы мы сегодня Осмотрели все свои пути. И если мы сегодня видим, Что мы уже идем в сторону Египта, Если мы сегодня видим, Что нас влечет туда, Что мы вспоминаем о той жизни, Мы вспоминаем о той былой жизни, В которой мы жили без Бога. Если оно нас влечет, То мы должны покаяться. Если есть это влечение в этот мир, Значит, что-то не так. Если мы не можем прожить дня, Чтобы не просидеть на телефоне По несколько часов, Значит, что-то не так. Дорогие братья и сестры, Давайте, Давайте также прочитаем Еще некоторые места из Писания. Это будет Иоанна. Иоанна 12, глава С 34 стиха. Иоанна 12, 3-4. Народ отвечал Ему, Мы слышали из закона, Что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, Что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им, Еще на малое время Свет есть с вами, Ходите, Пока есть свет, Чтобы не объялогость тьма, А ходящий во тьме Не знает, куда идет. И 46 стих. Я свет, пришел в мир, Чтобы всякий верующий в меня Не оставался во тьме. Еще одно место. Это будет Второзаконие. Второзаконие, 5 глава, 33 стих. Ходите по тому пути, По которому повелевал вам Господь Бог ваш, Чтобы вы жили, И хорошо было вам, И прожили много времени На той земле, Которую получили во владение. Колоссянам, Колоссянам 2,6 Посему, как вы приняли Христа, Иисуса Господа, Так и ходите в Нем. Еще одно место. Евреям, 12 глава, 13 стих. Даже с 12 стиха. Евреям 12,12 И так укрепите опустевшие руки И ослабевшие колено, И ходите прямо ногами вашими, Чтобы хромлющее не совратилось, А лучше исправилось. Знаете, эти стихи говорят об обратном. Когда те первые стихи, Которые я читал, Они говорили, Они предупреждали нас, Как не нужно ходить, Куда не нужно ходить, То эти стихи, Они наоборот ободряют, Они наоборот говорят, Что нам делать, Куда нам ходить, И как нам ходить. Знаете, Господь, Он сегодня, Он хочет, Чтобы мы сегодня ходили за Ним. Он хочет, Чтобы мы сегодня не смотрели Ни налево, ни направо. Чтобы наш взор, Он был обращен сегодня к Нему, Потому что Он есть свет. Христос пришел на эту землю, И Он показал нам этот величайший пример. И Он сказал, Что Я свет этому миру. И поэтому мы с вами являемся Так же светом этого мира. В Писании говорится, Что не может город, Стоящий на горе, укрыться. Братья и сестры, Сегодня этот свет, Это мы с вами, Мы должны отражать этот свет Христа, Иисуса нашего Господа. Знаете, Один молодой человек Однажды покаялся. Он однажды покаялся И решил приводить других людей к Господу. И он избрал такой путь, Что он пошел в бар, И он сказал, В этом баре я буду проповедовать. В этом баре я буду людям свидетельствовать И приводить их к Господу. Но прошло немного времени, И он в этом баре и остался. Знаете, Писание говорит нам такое, Что сегодня, Сегодня, Если ты верующий человек, Если ты сегодня действительно Этот свет Божий, То ты находишься на одном уровне выше, Чем этот мир. Ты находишься на ступени выше, Чем люди в этом мире. И говорят, Что сегодня лучше, Кого-то затянуть на эту ступеньку, Или же кого-то стянуть с этой ступеньки. Я думаю, Конечно, Меньше усилия нужно приложить, Чтоб кого-то стянуть, Потому что Это легче сделано. Так и этот брат, Вы знаете, Он пошел не туда, Куда ему надо было пойти, И он оказался в этом Египте. Он оказался в том месте, Откуда Господь его избрал, Откуда Господь его вытянул, И получилось, Сделал себе еще хуже. Вы знаете, Господь говорит сегодня, Через наше слово, Господь говорит, Через наших братьев, Чтобы мы сегодня обратились, К нашему Господу. Чтобы мы сегодня прославили Его, Воздали Ему ту достойную славу. Чтобы все заботы, Все наши переживания, А ведь Он знает их, Он видит. Каждого из нас, Он видит все наши переживания, Наши трудности. Я думаю, Если бы на этом месте Был бы человек, Который сегодня, У него было бы все хорошо В его доме, У него было бы все хорошо С его детьми, У него было бы все хорошо На работе, У него было бы все хорошо В служении, Может быть, Его бы и не было на этом месте. Но Господь сегодня нас приводит к себе, посылая эти трудности, посылая эти переживания, и через это мы получаем это обновление, через это мы укрепляемся в нашем Господе, наша вера укрепляется, Ему слава. Знаете, дорогие братья и сестры, хотелось бы сегодня привести нас к этой молитве, чтобы мы сегодня прославили нашего Господа, чтобы мы сегодня воздали Ему эту хвалу, чтобы мы возблагодарили Его, потому что Он достоин этой славы, чтобы мы сегодня сказали Господу, что вот Господь, Ты есть наш Бог, и мы не желаем сегодня ходить за другими богами, мы не желаем сегодня искать какого-то счастья в этом мире, мы не желаем сегодня смотреть на этот Египет, хотя он очень манит, хотя он очень привлекает. Знаете, Содом и Гоморра, мы слышали, я думаю, сейчас может уже это время и приближается, те законы, которые сейчас делаются в этом мире, в этой стране, оно уже, наверное, встает на шаг ближе к этой Содоме и Гоморре. И пришло то время, когда Господь сказал, хватит, и Господь истребил. Мы вспоминаем первых людей, которые жили. Пришло время, когда Господь сказал Ною, что все, строй, я уже не могу больше, я уже, хватит мне. И мы видим итог, что Господь погубил эту землю, Господь потопил всех. Но, дорогие братья и сестры, у нас еще есть надеждам нашего Господа. Потому что до тех пор, пока еще бьется сердце в нашей груди, то мы еще можем прийти к Нему, мы еще можем Его прославить, мы еще можем сказать Ему, Господь, вот я, бери меня, бери, Господь, и делай со мной ту работу, которую Ты хочешь. Слава Богу! Исайя говорит в первой главе Исайя 1, 18 Если будут грехи ваши, как багряные, как снег, убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну, убелю. Слава Богу, братья и сестры! Хотя это было сказано за много лет, но Господь, Он верен Своему Слову. И если сегодня, дорогой друг, Ты сегодня нуждаешься в Господе, то это Слово, оно сегодня говорится к Тебе и ко мне. Потому что Господь готов еще простить. Потому что Господь готов еще сегодня дать Тебе эту надежду. А Он наша надежда, слава за это Богу. И давайте в этой молитве мы прославим нашего Господа. Мы поблагодарим Его и воздадим Ему хвалу. Аминь. Халюдуя. Скажем слава Богу. Аминь. Всім Господь помог нам до этого места. Мы спевали цей псалом, там говорилось такие слова, в пустыне, знойной и бесплодной. Кажем, пойду я узкою тропой. Но что с нами должно быть? И этот автор говорит, я знаю, что всегда за мною пребудет Дух Святой. Мы каждый час, и мы знаем, что мы про Иисуса Христа, мы знаем. Про Иисуса Христа, кого людина знает Иисуса Христа, она должна его принять, поверить в Него и жить в Нем. Так само и Дух Святий, так само его надо про Него почути, про Него надо узнать, в Него надо поверить, его надо принять и жить, и быть керованым Духом Святым. И когда ты, я, будешь керуватися Духом Святым, то Дух Святий тебя проведет, Он тебя наставит, Он майбутнє известит, и Он доведет тебя аж до Отца Небесного. Слава нашему Господу! Мы часто, люди, бываем, ну, чуем різные проповеди, різные, боже, новости, информацию, и мы же сегодня много чули Слово Господнего, я так думаю, вроде бы не говорили с одним-одым, но че-то, снова така думка або тема продолжается, что передо мной говорили братья. Один говорил, тоже как бы за кинчину века, что будет. Другой то, чтобы не повертались куда-то в Єгипет, куда-то до того старого. А я думаю, а я совсем по-друге чуть-чуть хочу говорить про нашу информацию. Часто мы люди чуем информацию або чуем какие-то новости, и одни люди чуют новости, они лякаются, інши чуют новости, они радуют, а інши новости чуют люди, они приходят таке недопонимание або недоумение. Что дальше делать и что дальше, как поступать. И мы знаем, что когда мы все церковь Божия, мы бываем все разными, люди разными, но мы слушаем одного, нашего Господа, Иисуса Христа, мы слушаем Божьего Слова, мы керуемся Духом Святим, мы военно все разными, но мы должны слушаться голосу Господа. Бывает, подобно, как на руке и пальце, они все разными, но они слушаются мою голову, они сколько лет я живу, они так же слушаются меня, ни одного дня не было, чтобы я рука не слушала. Чому? Вона чует голос, как бы импульс того, что мы уже чули моего головного мозга. И так же мы, церковь Божия, должны чути голос Духа Святого. Вона должна керуватися Божьим Словом. И те, что Господь говорит, и человек, который выполняет, она мает благословение. Вона керуется Божьим Словом. Я читаю Мисце Божьего Слова, и мы коротенько пороздумуем. Иван Ляотмарк, 5 глава, читает 22 стих, такие слова. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говорит, дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и стала жива. 34 стих книжей, такие слова. 35 даже. Когда он еще говорил, приходит от начальника синагоги и говорит, дочь твоя умерла, что еще утверждаешь учителя? Но Иисус услышал все слова, то час говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. До этого месяца. Прочитали такую историю, мы тоже читаем Божие слова, не один раз, может, читали эту историю. Я себе думаю, читаючи эту историю, начальник синагоги, написано, один из начальников синагоги, оказывается, может, он там не был один, только один из начальников синагоги, он мав проблему, он мав в своем жизни, я думаю, маючи финансы, мав какой-то уровень, мав какую-то непроста людину, мав какую-то певную власть. У него была проблема, у него дочка была, не написано, какого возраста, там дальше говорить 12 лет, была невелика, но мала проблема, была при смерти. Это, может, я не знаю, какая-то хвороба была, но писание говорит, что она уже была при смерти. То есть, уже этот человек, я думаю, обратился не в одного лекора, может, он не обратился уже не в какую-то инстанцию, но постоянно приходила дочка его в хуже состояние, и, кажется, уже выхода не было. И сам начальник уже, может, раньше кого-то спасал, может, и женщину не написано, но тут же пришел таке втрепи, таке состояние, что он почувши про Иисуса, он уже не кого-то посылает, но уже сам бежит до Иисуса. И писание говорит, когда он пришел до Иисуса, он говорит, что ты так усильно просил его, говорил, дочь моя при смерти, поди ко мне, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и стала живой. Писание говорит, оцей человек, каже, усильно просить Иисуса, не просто, Господи, ты знаешь, мне дочка больная, Господи, ты знаешь, что я так при смерти, может, зайдешь, будешь, мимо молодость, если будет в этой местности, зайди, пожалуйста, до моей домики, дочка при смерти. Но писание говорит, что он усиленно впал на свои колени и просит, Господи, зайди до моего дома, Господи, дочка при смерти, может, никто помогать не может, но ты зайди, пожалуйста, зайди, падает на колена свои. Но писание говорит, Господь, почувши, и пошел за ним. Написано, Иисус пошел за ним. Но мы знаем, что этой дорогой случается совсем другая история протяжинка, как бы все останавливается, все приходит в таком положении, что вроде все замирает, и тут приходит совсем другая подия. Я на это еще хотел бы свою тему, ну, так бы нашу думку, чтобы не зупинился именно на этом стежке. И тут говорит, он же, когда он еще говорился, приходит от начальника синагоги, и говорит, дочь твоя умерла, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? И мы уже слышали, что я бы хотел бы говорить сегодня, про что мы помышляем, а вокруг наших действий, когда мы слышим какие-то новости в нашей жизни. Цей человек просил Господа, все вроде бы нормально шло, Иисус шел до него домой, маячи желание, маячи певную веру, что Иисус придет исцелить дочку, все будет нормально, но пришел момент, в життя его другий приходит, некто приходит от начальника синагоги, и говорит, каже ему, каже, зачем ты тревожишь учителя, дочь твоя уже умерла. И тут написано, цей начальник, я думаю, опустилися руки, оцей новости в нього все поникло, лице, может, поменялось, думаю, что напрасно я оцей трождаюся, напрасно я йшов, напрасно я просил учителя, напрасно, живопаду на свої коліна, и просил Господи, зайди, новость, оця его сдрогнула сердце, поменяли его полностью, но что Иисус дальше делать, но Иисус услышал ці слова, то час говорить начальнику синагогу, не бойся, а только веруй. О, таки наші, брати и сестры, Господь, коли цичу іще я новость, яке своє життя, коли ти чуешь какие-то переживания в своєму сердце, або в душі, тобі одне хтось говорить, знай, в тебе нічого не получится, ти шукаєш Господа, знай, а чого ти молишься, ти знаєш, що тобі буде там і там, доктори може одне говорить, ці друзі, друзя треті, ну, брати и сестры, Господь каже, услышав ці слова, може, увидев те, що от цього начальника вже руки опустилися, то він говорить, каже начальнику сіного, не бойся, а только веруй, продолжай дальше верути, я ж никуда не пішов, я зайду до твоего дому, і написано, він йшов до цього чоловіка в дім, приходить до цього дому, а там плачу повно, люди плачуть, жінки плачуть, но написано, Ісус Христов всіху вигнал і заходить до цієї домівки, заходить в цю кімнату, сповняється, може, у Духом Святим, і говорить, та у Їфа Кумі, тобі, говорю, встань, і ця молода дівчина, близько 12 років, стає на свої ноги, і Христос виводить, і всі, написано, стали в ізумленні, вони не знали, що стається, а це до них прийшов, який має життя, це до них прийшов, це до них прийшов, той Ісус Христос, який воплотився на землю, маленькій дитині, навчався так само, як малі діти, ходити, навчався, можливо, говорити, вчився так само писати, можливо, і читати, но коли возріс, він получив благодать від Господа, і той самий Ісус Христос, воплоті вже, той самий Бог, зайшов в кімнату, він мав повне право, і він поміняв все їхнє життя, поміняв їхнє мишлення, і хай поможуть нам Господь, що ми, коли чуємо якісь певні новості, щоб воно наше життя не лякало, бо надійся на Господа, апостол Павел вже пише, такі слова, посланніть до євреїв, 13 глава, і читає такі слова, 5-6 стих, так що ми сміло говоримо, Господь мені поможник, і не боюсь, що зробить мені чоловік, апостол Павел вже теж, водіми святим духом, він говорить, каже, не вбоюйся нікого, що зробить мене чоловік, коли ти з Господом, і я з Господом, і ми чуємо якісь певні новості в своє життя, в своє серце, то чоловік Божий, він не боїться, чоловік Божий, він збирає свою опору на Господа, Давид каже, хоча я піду, навіть до лину і смертної темрів, я не вбоюся зла, чому? Бо Господь мені поміщник, Господь, то мій пастир, Господь моя защита, я вкриюся в Господі, я на Господа одіпруся, тому, що він мав тверду надію на Господа, і коли ми любимо Господа, і звертаємося своє життя на Ісуса Христа, то Писання говорить, апостол Павел підтверджує, що Господь мені поміщник, і я не зв'якаюся нічого, що зробить людина мені? І ті люди, які мали тверду надію на Господа, в якій життя були різні новості приходили, мені нагадується один момент, коли свого часу Даниїв, багато ми вже чули про нього, Даниїв, муж Божий, того часу жив, служив Господу, все було нормально, все було хорошо, але прийшов момент, його життя помінялося, він, можливо, почув цю новость своє життя, що не треба нічого просити, крім цяра, а написано, що він не злякався цього указу, він не злякався, він далі три рази в день відкриває вікна в сторону Єросалиму, і написано, встає на коліна і молиться до Господа, він жив для Господа, його цей указ, оця новость його не злякала, тому що він був твердом у полані на Господа, він був з Господом, другий момент, коли свого часу три юноші, які були в полоні Вавилонському, теж і так само жили з Господом, помишляли о Господі, навчені були, може, з дітства батьками своїми, і написано, коли вони були в тому полоні, вони знали царський указ, вони знали, що треба поклонитися, але вони не побоялися указу, вони не злякалися цією новость, яка пройшла в їхній життя, вони знали, що одному Господу поклоняйся, і в їх одному Господу тільки служив, і вони її були благословені, Господь їх спас, та інші були люди, коли чули, якісь, в якій життя проходили, якісь моменти, то вони були частими, Господь їм дозволяв, навіть те, що вони уходили з життя, Господь їх забрав вічність, но Писання говорить, що то чи інше, ми постійно повинні звати до нашого Господа, ми постійно повинні мати тверду надію і опору на Ісуса Христа, но хай поможе нам Господь, коли ми чуємо якісь певні новості, і коли ми чуємо голос Духа Зятого, голос Божий, то наше життя, воно міняється, обстоятельство говорить одне, твій розум говорить одне, але коли ти прислухайся до Слова Господнього, воно міняє чоловіче мислення, воно міняє направлення чоловіческе, бо так Писання говорить, один момент написано за одного чоловіка, Йосипа, муж праведний чоловік був, Йосип, заручений жінкою Марією, і Писання говорить, каже, що коли Йосип знав, що Марія береміна, то він злякався, він не хотів ославити її, він рішив отпустити її, щоб вона розуйтися якось так, щоб не ославити її, щоб якось не опозорити її, і він каже, якби так своєму серці положив таке, що я розійдемся, но лягає спати, і Дух Святий, він дає йому сон, Дух Святий, а на Господніх говорить йому сні, Йосип, не бійся прийняти Марію, жони, не бійся, бо те, що в неї зачат, це віддухися того, це не так просто, як ти думаєш, ти помишляєш, то не ті можливо, тобі, може, люди, друзі, говорять за ті новості, ну то не так, це віддухися того, Йосип, не бійся прийняти, і Йосип лягає з одними новостями, Йосип злягає з одними потребами, може, з одними, а встає, новості від Духа Святого, Він далі прийняв, Він далі жив, хай поможе нам Господь, що ми укріплялися, Господі, бувають такі моменти, що ми, бо я не чуємо новості, якби не в те вовремя, що ми хочемо, Марії свого часу, може, за 10-5 днів, до своїх родів, їй прийшлося йти з Назарету, прийшлося йти аж в Ефлієм, це приблизно 65 майло пішков, може, вона ослі, жінка беременна, іде туди, вона з нами, може, вона вкаче це, Господі, невчасно надо йти туди, Господи, чому мені так і не надо оце робити, часто люди говорять, Господи, чого мені от зараз треба це робити, Господи, не можу щас йти, от собрання не можу, не можу йти десь кудись посітити, не вовремя, начав другу роботу, а мені подзвонили, пайди сюди, зроби щось те, поможи мені то, не вовремя, ти мене кличеш, Господи, знаєшо ти мені, Зараз кто-то мне позвонил, не в обрание. Но хай Господь поможет нам укрепляться в Господе, служить Господу в доброй совести. Мы обещали нашему Господу служить Ему в чистой и доброй совести. Хай поможет нам Господь, когда мы будем служить Господу, будем иметь благословение. Те люди, которые, как я уже говорил, ходили с Господом, они чуют какие-то певные информации в своем жизни. Они мают благословение, они не боятся. Но люди безбожные, або люди без Бога, они боятся. Они чуют новость, и они сразу лякаются. На примере Валтасара, человек безбожный, который, может, слышал про Бога, знал Батька своего, знал, что Господь сделал. Но Писание говорит, что он не боялся взять посуд с Дома Божего. И написал руку на постине. И он так взлякался, через него ослабели. Все поменялось, он взлякался сильно. Оце его новость, або информация прошла в его жизни, поменялась полностью. Он был без Бога. Но сегодня, братья и сестры, есть для нас добра новина. Иисус Христос говорит добру новину всем людям. Кажут такие слова. Кажут, прийдите меня все стручные и обтяжные, я вас за спокою. Иисус Христос говорит, что это добра новость для нас, для верующих людей, для неверующих людей, что каждая людина, которая приходит до Иисуса, навчается от него, живет по его слову. Иисус Христос говорит, что она будет мать живет вечно. Хай поможет нам Господь. И еще и другие новости, которые будут приходить в наше життя, они не будут нас влякать. Писание говорит, что апостол Павел говорит, что в конце дней настанут времена тяжкие. Но ты, Тимофей, не должен бояться этого. Ты должен готовиться и стоять в Святом Дусе тому, что тебе научено было с детства. Потому что я тебе научил все тому твердо. Уплывай на Господа, увещевай людей, напоминай людям, вчасно и невчасно. Не бойся никого. Апостол Павел говорит, что я тоже не боюсь, потому что я вспоминаю наставники ваших. И апостол Павел говорит, что я вам тоже советую, вспоминайте наставники ваших, что вам говорили Слово Господне, и дивитесь на конец их жизни, принимайте их веру. И так апостол Павел учил, что тот самый Иисус Христос, который был вчера, который сегодня, он по веке, тот самый. Он всегда даёт добру новину для каждой человек. Кто приходит до Господа, кто верит в Него, то и будет мать живет вечно. Ему хай будет слава по веке. Аминь. Слава Господу, братья и сёстры. Мы слышали много слова Божьего. И я понимаю так, что Господь очень много нам говорил, нашему сердцу. И вспоминается очень много слова, и оно всё похоже. Всё об одном. О том, что самое лучшее место есть у Господа для нас с вами, как детей Его. Помните, мы на разборе затрагивали, кто такие любящие Господа, да? Люди спасённые. То есть к таким людям, к тем, которые любящие Господа, у Господа всегда особые отношения. Особые отношения. Люди иногда говорят, ну Бог же всех любит. Конечно, всех любит. Он пострадал за всех. Конечно, за всех пострадал. Но есть такие места Священного Писания, которые говорят, что «Я, говорит, тот Господь, который обозреваю всю землю в единомих». И за кем Он наблюдает? За тем, кто боится Господа. За кто трепещет перед Словом Его. Тот, который фактически Ему принадлежит. У таких людей есть надежда. И мы слышали из Слова Божьего, что оказывается, ну, наступает, допустим, такое время, где, ну, не укроешься. Не укроешься ты там от беды, да? Так близко к нам это искать, где бы безопаснее было. Искать то место, ну, где бы я мог бы укрыться. Ну, где бы скрыться, чтобы, ну, никакие беды меня не достигали. Но, вы знаете, если читать Слово Божье, то есть такие места у Господа. Есть такие места. Есть такие места, где даже если ты физически находишься в самом центре, может быть, какого-то бедствия или беды, но у тебя есть надежда. У тебя есть надежда, потому что Господь смотрит на твое сердце. Он видит, трепещешь ли ты перед Словом Его. Держишься крепко за Его руку. Вы знаете, Он говорит, что из руки моей никто не может похитить. Оказывается, такое надежное место в Его руке, да? Надежное для нас с вами в Его руке никто не может похитить. Есть другие места, я даже зачитаю немножко, и мы помолимся. Это Псалом 26. Вот смотрите, Псалом Давида. Я не весь буду читать, но несколько стихов. Псалом Давида. И вот он дальше говорит. «Одного, просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем, во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм Его». И почему это все, да? Он просит. «Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом». То есть, другими словами, Давид говорит, что «если я буду всегда с Господом, если я буду к Нему стремиться, если сердце мое, оно всегда будет жаждать общения с Богом, то здесь говорится «Он укрыл бы меня в скинии». Есть такие потаенные места у Господа. Может быть, физически мы никуда не денемся, будем среди бедствий, среди каких-то испытаний, но, как мы слышали об этом мире, который предлагается, о том, что не всегда Господь отводит от чего-то или обводит, как бы не дает пережить, но если и допускает, он говорит «даст нам мир», он поможет пережить, он поможет дать силу перенести. Понимаете, да? То есть, если говорится в Слове Божьем еще об одном благословенном месте, говорит «имя Господа – это крепкая башня, убегая туда праведники безопасен». Это не значит, что физически какая-то башня где-то есть, вот туда вот убежишь и закроешься, а бывает не закроешься, а бывает все равно на ходе, и тебе надо перенести. Но Слово Божье говорит «ты в это время будешь в башне, которой есть Господь». В башне, которая имя Господне – это то место, где у тебя покой в сердце, это то место, где Он руководит тобой, где Он дает силы перенести, где Он дает силы и обнимает своей благодатью. Вот смотрите, говорит, что «ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте». Мы прочитали об этом. Еще одно место я прочитаю – это 90-й Псалом. Всем очень знакомое место Священного Писания. Даже православные, они говорят, это живые помощи. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». И можно подумать, что это какое-то, ну, такое физическое место. А я вам скажу, что это не так. Ну, потому что Он дальше, Он объясняет, что оказывается человек на месте. Он никуда не делся. Смотрите. «И не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днем, язвы ходящие во мраке». Значит, ну, и язва рядом, да? И стрела летает, и все такие испытания. «Язва ходящие во мраке, падут подле тебя тысячи и десять тысяч, одеснуй тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». Фактически, может быть, это, как я говорю, не физическое место. Под крыльями всемогущего – это где бы, где вот ты там находишься, куда тебя Господь поместил, но главное, чтобы Он был с тобой. Главное, чтобы Он был с тобой, чтобы ты был в Его руке. И это тоже благословенное место. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Опять же, говорится об этом мире и покое сердечном. Еще одно место – это Еремий. С 17 главы я прочитаю. Здесь так написано, с 5 стиха, я прочитаю несколько стихов. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой». Смотрите, это уже обратная сторона. Человек, который надеется на человека, он, говорит, проклятый человек. Он делает своей опорой плоть. Он будет, как вереск в пустыне. Он даже не знает, когда доброе придет. Поселится в местах знойных. То есть не хватает у него разума, не хватает мудрости. И получается, он живет там, где самое худшее. И смотрите, «Но благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». И дальше 10 стих. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Смотрите, насколько Господь знает и видит наше сердце. Он знает вообще то, что мы в своей жизни делаем опорой для себя. Говорит, если ты делаешь опорой, говорит, плоть, то есть, может, на людей надеяться, может, на какие-то, может быть, на средства, может, на деньги, может, еще на что-то. Много таких вещей, которые, ну, как попорки в жизни бывают, да, то есть, на что-то надеяться. Один человек говорит, о, услышал что-то, как мы слышали, информация, да, поступила, и он уже, о, а к кому позвонить? А где мне? Вот, тот может помочь, тот может, знакомых много, помогут мне. Понимаете, плоть делает опорою. Но, говорит, блаженный человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, опять же, прекрасное место для верующего человека. Он будет, как дерево у потока. Вроде бы зной на улице, вроде бы там все выгорает, а он не чувствует этого, потому что он там у потока Божьего. Он у потока, он имеет это питание, его корень глубоко проникает в эту влагу, в эту воду. И он, это питание для него, он, говорит, не знает даже, когда зной приходит, потому что лист его зелен, он плод приносит свой. И еще, я просто процитирую в одном псалме, это 14-й псалом, прочитайте его дома, там говорится, а кто может пребывать? Помните, да? При огне пожирающем, при таких страшных вещах, кто может? И там есть ответ. Кто это? Это тот, который надеется на Господа. Это тот, который упование свое в Господе, который действительно искренне верит Господу, искренне. И не просто один человек выразился, говорит, если твоя вера, она не отражается на твоей жизни, ну то ты, значит, она, твоя вера ничего не стоит. Даже ломаного гроша не стоит, потому что ты вроде бы веришь, говоришь, именем Божьим называешься, но, получается, оно не отражается на твоей жизни. Ты живешь так, как будто собрался здесь вечно жить, на этой земле. Собрался и живешь так, как будто не собираешься переставать перед Богом, как будто не собираешься давать отчет за свою жизнь и так далее. Поэтому это очень важно. Сам Христос, помните, что сказал, когда молился заставляемых учеников? Он сказал, отче, я молюсь, чтобы ты не взял их из мира, но чтобы в этом мире сохранил их от зла. То есть мы от мира этого никуда не денемся. Мы не можем отгородиться какими-то заборами или какими-то стенами, потому что грех, он такой имеет способность, он проникает даже сквозь стены. И поэтому мы глубоко внутри, в духе своем, в сердце своем должны быть отделены от мира, искуплены от этого мира и омыты кровью Господа. Он молился, он говорит, я не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы в этом мире сохранил их от зла. То есть мы физически никуда не денемся, но мы глубоко в своем сердце имеем надежду, имеем радость, имеем утешение, имеем вот этот мир драгоценный, который очень важный для нашей души. Помните, он говорит, посылаю вас как овец среди волков. Кажется, так в стадии овец один волк может беды натворить. Так же? Один волк, он там очень, а здесь наоборот, говорит, овца, овцу посылают среди волков, там стадо. Это невозможно, чисто по-человечески. Она там не выживет просто, понимаете, да? Ей это без шанса уже, потому что если овца попадет в стадо волков, она не может там выжить. Но Бог говорит, я вас посылаю туда, вы можете это пройти. Вы можете пройти через всякие невзгоды, вы можете пройти через всякие испытания. Это милость Божья к нам. Поэтому мы благодарны Господу будем сегодня. Мы слышали много слова. Слово, которое нас, вы знаете, способность чудесная в Слове Божьем, она нас окрыляет просто. Она нас, мы просто слышим о вере Господне, и она нас просто заражает, да? Мы друг друга можем заразить верою. Это хорошая такая инфекция, можно сказать, да? То есть если верующий человек, эта вера способна передаваться. Если услышать, говорит, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. То есть это Слово Божье, оно настолько может нас оживлять, и оно может нас отрезвлять. Поэтому пускай Бог благословит нас.